Приветствую друзья, темно еще, сейчас около полчетвертого утра, приехали мы на Сок в Затоны и пойдем на Волгу. Вода сильно упала, хотел показать, не знаю видно будет в темноте, нет. Короче, в прошлый раз мы вот здесь вот где-то, вот в этих местах вода была, а сейчас упала, смотрите, грязище просто, и вон куда аж свалилось. То есть вода сильно упала, ну не знаю, надеюсь может быть это повлияет хорошо на клев, посмотрим, сейчас выйдем на Волгу, потом опять ветер подымается сегодня сильно, и вернемся сюда по Затонам, половим щучку, ну сначала поищем судака, может же их и найдем. Вот наша куча шматья, барахольщики, что здесь только нету, собрали лодку уже, сейчас будем закидывать мотор и вперед будем спускать ее. Да я вот как раз вот здесь по этой протоке туда, на этом, где мелководье, помнишь, вот это мы переходим на повороте? Понимаете, что рынка в хороших оконного вагонах. Кстати, сегодня же праздник, праздник. У тебя тоже, а какой? День рыбака. Ага. Значит, нас с праздником. Вышли мы на Волгу, встали на первой точке, а прям встали вон, перушу на поляна здесь, эти лодки скидывают народу много. Рыбка присутствует, ходит, короче, все отлично. Друзья, вы меня спрашиваете по поводу эхолота, карты глубин и так далее. Карты глубин мне ставил Антон. Ссылку на Антона я оставлю в описании, на его канал. Он рассказывает про эхолоты, он занимается этими эхолотами, обращайтесь, если что, к нему. По поводу питания, у меня стоит аккумулятор Титанат, 52 ампер часа. На него есть скидка, на моем Дзен канале. Тоже оставлю ссылку на Дзен канал, переходите, там все есть и скидки, и купоны, и не только на аккумуляторы, на разные товары. По поводу компаса. Сириус компас я взял недавно, я говорил о нем. Показывает направление лодки носа, пока все отлично. Я пока думаю, куда его лучше поставить. Вот на лавочку закрепил, анализирую, настроил, показывает точно. Ну, будем смотреть, будем наблюдать. И, может быть, какое-то крепление на резинке придумаю. Дальше показываю вам, друзья. Вот такая струбцина у меня стоит, брал я ее ВКонтакте, мужик делает сам. Вот так она закреплена, она у меня по ходу лодки. Видите, не торчит она, сюда датчик, а туда под лодку уходит. Никаких отдельных кармашков я не лепил на лодку, просто уходит туда датчик. На струбцины сделана защита там железная, то есть от ударов, если вдруг покоряги и так далее. В эхолоте настроил, перевернул датчик, чтобы в обратную сторону показывал. Все. Ну и отлично. Мотор не мешает, не перекрывает. Лучше один. Ну, короче, вот эта струбцина прям мне зашла. Что вов клюет? Нет. Рано еще. Рано еще, как рано. Вон судак идет, смотри. Вот он, вот он, вот этого лови. Вот этого. По спиннингам сегодня взял Зеркон Х до 30 палочек грамм и взял ультравайт Индиго Максимус. Это мы потом пойдем, наверное, в затоны сока порыбачим. Сегодня не стал тяжелую палочку брать для Волги, но потому что хотим поварить щуку, окуней потом. Ветер подынется через часа 2-3, наверное, и мы свалим в затоны. Поэтому Зеркон от Максимуса мне вполне будет хватать, чтобы там на воблеры не охота 10 палок с собой возить. А по катушке я сегодня взял авиатор 2,5 от компании Blackside. Катушка работает мягко, отлично. Ниточка у меня здесь натянута 0,8 по Японии, потому что ветрено. Самое то будет, чтобы не порусило сильно. Потому что мы сегодня на Волгу, не знаю, сильно, мне кажется, не рассчитываем. Или, Вов, ты рассчитываешь сильно на Волгу? Рассчитываю. Рассчитываешь? Да. А я как-то больше на куней. Но когда сильно не рассчитываешь, клюет лучше. Да, поэтому я не рассчитываю. Ох, кто-то там на берегу песни поет. А мне, Вов, давай-ка ту фиолетку, которую ты мелкую хотел. Я мелочь попробую. Как советовали. Попадной? Нет, пока просто так. Попадной? Нет, пока просто так. Не знаю. Сейчас посмотрим. Прям дун-дунк. Что-то шибко-то не сопротивляется. Берш может какой-нибудь? Так и есть. Прям на падении, слушай, дын-дынк такое. Судачок, что ли, был, или Берш? Судачок. Судачок, что-то я его даже не этот, не разглядел. Ну. Огонь! 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 Есть, 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 есть. Огонь! На камешек сначала я не понял. Удачка, какой тюк, я думал траву может быть нецепил. О! Вот он, Вов. Эээ. Огонь! Таких окуней упускаешь, да? Конечно, мы их собираем. Да вот надо их вот так потихонечку вести, наверное. Я быстро вел на жереха. А далеко от травы там? Вот видишь я забросил туда, вот там и взял. А, траве там, да? Да вот я между вон туда бросил. Может быть вертушечку даже. Блин! нападение сначала да но это поменьше пойдет конопатой давай он какой-то конопатой и слишком это удар был до этого это мощнее 1 который тихо 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 конопатой окуней нашли на судак не хочет брать окуня пока потискаем стучит нападение вот прям хороший да смотри как спиннинг гнет 300 граммовый наверно но 250 точнее есть давню были такие ключи ну конопатой я не знаю грамм 250 точно есть вы взвешивать них а камешек ой мне кажется грамм 14 наверно сейчас мы его для отчётика этого окуня окуней нашли ну какие какой прям дергучий хороший окунь шикарнейший гепатитик пришли на волгу окуней тискать начал окуня хорошие они клюют красиво приятно есть здесь сюда шикарных окуня сейчас на дергаем прям нападение блин да они прям шикарные такие прям активные еще отличные суши прям три коптильни да прям как это вот какой в коптильне уложить долбанул хороший но я да я тоже погубже до этого взял там давит за якорь не закрутил и судак судак мелкий судак да кто ты там такой да чуть глубже с моей взял вот тебе все чипчики заглотил он и крошка пошла смотри ты судак утренний искали судака нашли судака одного я поймал одного ты по судаку по судаку чем такие судаки причем по течению тащишь что хороший судак что-то что-то прям вообще загибает хорошо может даже жерли да нет не жерли сюда ну блин давил как хорошо да ну вовсе не судак уходит мелких причем на камешек ну да у меня тоже что-то взял блин судачки стоят что ли там тоже на камень да это оба суши с той же точки загибает оп 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 о окунь я думал судак вот это полкило вот это уже наверное полкило вот это мы встали на точку вы посмотрите какой оп 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 и глотанул главное слушай он как этот с ямы оттуда как джиг взял вот беренький поставил смотри что ну наверное 400 может грамм да как думаешь есть 350 ну за 300 но за 300 мне кажется ну сейчас проверю раз такое дело надо проверить я думал тоже судачок мелкий смотри что ты сказал же лучше окунь вот тебе и окунь чем этих мелких отпускать да есть тоже что ли такой 425 вов 420 слушай весы даже убирать не буду они да они по идее к нам идут а почему то это тяжело все отвалился вову судачков мелких и окунь причем резину бросали не было такого да может резину туда ну да кстати да сейчас я попробую на 20 граммах у меня синенькая стоит может кто покрупнее возьмет чем на камешке хотя окунь замечательный берез чуть засек что ну дачку четкий дым приглотил опять дальше давай окунь сошел сошел даже не посмотрел кто это вот я оттуда с глубины вон смотри вон туда бросая оттуда окунь притащил ты че задумал а я как этот тебе говорю что пику да его на дно будешь бросать что-то сначала беленький попробую потом силенненький потом красненький ударчик есть добрал ли окунь на юн что раз добрал да нет тянет тут все да может ракушка ну может быть блин у меня удар пока не тебя смотрю Бьется? Опять ударю. Вау, ты что, я куней таскай. А, это уже на блесенку, да? Да, я уже эту пилькеру посылал. Ага. Экспериментатор. А у меня мысль есть, это зимнюю блесну попробовать. О, фото я не делаю, что-то. Давай. Давай сделаю. Скажи, девочки, ну-ка, ты пилькер. Ну да, зато кайфуем. Вот они, такие судачки вовы, это я куней. Ой, е-мое. Есть, вот, видишь. Догонку взял, то есть не нападение, а все, я нахер. И чё, это окуни же сюда? Да, нет. О, ты, 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 чё, это, жирик что-то? Нет, окунь такой, полки ложные опять. Ну, 350. Вот ты так окунил. Ха-ха-ха. Вот и у меня такой же долбанул наверно. Он там он где-то. Чё, отпускаешь? Блин, не знаю. Мелкий, да, мелкий, похоже. Даже не чувствуется толком. Ладно, видишь. По сравнению с этими, с теми окунями, это какая-то фигня. Ещё и конопатый до ужаса прям. Аж фиолетовый. Вот на такой, наверное, и проводил тогда. Смотри, какой аж фиолетовый. Синяя, да, какой-то у вас. Блин, не добрал, два раза. Третий раз. Прикинь, в три раза. Нападение и всё. О, чё-то там окунь, надеюсь. Жирный окунь, жирный окунь. Прям нападение. Раз удар, два удар, три удар. С такими окунями и судаки не нужны, да? Да. А что, если мне поставить бип? Экспериментатор. Великий экспериментатор. Кто-то он ударил. Вот это он ударил. Ну, чё-то это на судака похож. Не бьётся, как этот, как окунь. Наверное, судак это всё-таки. И съедобный. Да, так он мне подводку залазит. Судак, да? Угу. Опа. О, судаки пошли в ход. В помощь съедобный судак, да? Конечно. Да вполне, смотри, какой хороший. Судачишка. Сколько он у нас? 41, по-моему, 42. 42, ну вот, 42 до начала. 42 сантиметра. Съедобный судак. Забираем. Кто окунь бьёт, ну, стучит. Судак он прёт. О, жирный окунь. Вообще, шикарную точку мы у столовов нашли. Догнал? Ты на дно так же кладёшь, Оля? Я на дно положил. О, ага. Кручу, кручу, подтяжку, кручу, подтяжку. Вот это окунь опять. Обалдеть. Хе-хе. Хе-хе-хе. Знаешь, что я подумал? Да. Почему ты судаку будешь ловить окуней? Ты вот два оборота делаешь, и всё. А я оборот в пять делаю. У меня проводка идёт со дна, потом этот, и дать окунь. Да. Ну да, чтоб этот, ну, как малёк бежал. И вот окунь у меня брал тогда. То есть у меня парила приманка дольше, и он её подбирал. А ты по дну прям судачку подкладывал. Ну, понятно, но я прям приподнимаю. Вот, и он у меня парит на падение, и он долбит. Жалко, что он здесь не чавкает такой окунь. Вот на поперы вообще сказка была бы. Явно бывает такой сказочный день. Ну, бывает. Выходишь на логу, а там полкилошные окуня чавкают. Сказка. Не, фу-фу-фу, у нас пока сезон так нормально идёт. Прям и трофеи уже есть, и всё. И окуня трофейные. Ну, видишь, ну, с того и начали вылазить всё-таки почаще на Волгу. Рыбы начали находить, научимся. Разную рыбу из Жериха. Окуня и он каких нашли. Ну, так потихонечку опыт-опыт и на Волге точки набил. Потом как-нибудь, наверное, с ничевой надо смотаться, что ли, нависида. Где-нибудь местёчка найти, чтобы закидли, не можешь закинуть на ночь. Воите жирных окуней без повода и без причины. Вы живые мужчины. Чё, перекусили чуть-чуть, паузу дали, точки. Вон, пока я переодевался, Вова, опять окуней давай воить. Догнал. Не надо нам точку. О, блин, хороший. О, ты видишь, какой-нибудь, ты видишь, что он творит. О, шикарнейший. Иди сюда. О, уже пакет приготовил для тебя. Блин, какие-нибудь живые. А чё, они мертвые должны быть? Ну, я к тому, что прям активные. Да. Вот это окуня. Да у нас дынц. Дынц. Я говорю, ба. Они могут даже это дынц-дыц и стайкой идти. Ну да, один, второй, третий, да, да, да. Так оно и есть. Я уверен, что это не один и тот же. Я таких, по-моему, и не ловил, чтобы вот так стояно. Там одного-двух, может, зацепишь случайно. А вот, чтобы так стоять, мы с тобой уже часа два их полавливаем. Причём, в перемешку с судаком. Ещё бы жерех, протарушечки хотя бы, в перемешку брали бы. Так можно было вообще губу отстёгивать. А то она прям завернулась. Акуни веселее даже варить, чем судака. Судак он ударил и повис, вытягиваешь. А этот пока вытягиваешь, вот такой окунь хороший. Бумус тебе удар. Бумус опять. Загибает. Да кто ты там такой думаешь? Чё, ловь, мы с судака встаём? Ага. Там прям брёвка. Есть. Ну, а чё-то небольшое похоже. Это, не знаю, нормально её засёк. Это чё-то там тянет, что ли, тоже. С 12 метров, у него, наверное, сейчас глаза наружу. Берш! Да, отлично. Отлично, берша мы заберём. Берш хороший, вкусный будет. От такого берша, смотрите, без квыкастового, видите. Ну, нормально, на супчик пойдёт. Вот, увидел, встал, поймал. Прям под лодкой. Я уже выводить собирался. Ну, уже думал, всё, выводить буду. По сторонам начал смотреть. Паруги сделал, он бум. Да, он прям бум. Я уже всё думал, этот, в ту сторону, что ли, бросить. Ну, это мелкий судак, блин. Или мой. Нет, судак. Квыкастый. Вон он. Тихо, не прыгай, сейчас отпустим. Эй, малышок. Под берегом крупнее ловили в разы. Да, да, точно. На 5 метрах и то крупнее ловили. Встали на 12, мелочь какая-то. Ну, приманка такая. Ну, и там небольшая была, там камешек, ты чё. О, тебя чуть покрупнее, что ли? Да, нет, просто на течение. А. Сошёл. Сошёл, я видел даже, тик и сошёл. Или нет? Нет, по-моему, сошёл. Сошёл, потому что он прям этот, натяг-натяг, это ты. А, вот, удаляется. Это такая, такая рыба. Но на отводной. А, на отводной у тебя? Блин, я не понимаю. А, ну, берш. Да? Берш, вов. О. Берш хорошо. Хороший берш. Маловат. Ну, маловат, да, конечно. С полкило было бы веселее, пожарить можно. Но это на суп, если забирать. Так же закоптится. Да. Можно в коктильню, кстати. Чуть посильнее, чем дна касается. Ну, судак вот с ударом взял. Я даже думал, что там покрупнее. А берш вот, именно он вообще кого-то повис. Так, тюк и повис, всё. А судак прям бумс, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня день рыбака. 14 июля. Второе воскресенье июля. Всегда праздывается день рыбака в России. Сегодня у нас праздник. Мы с Вовой провели его на воде. Наловили рыбы. Пришли с Волги в затоны. Чё-то мы здесь походили, походили. И ничего не поймали. Короче, будем собираться. В затонах ничего не поймали. Уже время, время час дня. Устали, замучились. Окуня зачётные. С такими окунями и другая рыба нафиг не нужна. По 400 грамм, по 400, по 450 грамм. Ну, хорошо оторвались. Першей половили, судака половили. Короче, рыбу всякой много поймали. Отдохнули хорошо. А вы не забывайте ставить лайки. Комментируйте, пожалуйста, друзья. Спасибо вам за комментарии, за поддержку. Здоровья всем. Пока.